Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Но здесь выпали вот такие вот герои. Соответственно ни друида, ни разбойника здесь нету. И я хотел пойти паладином и хотел пойти без записи. А потом думаю, почему бы это не записать в принципе. И действительно, давайте это запишем. Поиграем паладином. Так, ну и сразу нам выпадает вот такая вот эпические карты. Да, нам выпадают. Или какие там они? Как они? Ну да. Или это не эпические? Я не помню. В общем, ладно. Я возьму горного великана. Потому что я возьму горного великана. Да, алчный наемник тоже прикольная штука. Заходи. Так, око за око. Когда ваш герой получает урон, вы наносите такой же урон герою противника. Ну, в принципе, можно взять этот секрет. Но он так себе беспонтовый. Когда одно из ваших существ умирает... Нет, давайте Штормградовца возьмем. Так, вот почему эти две карты вместе пришли? И та хорошая, и эта хорошая. Но я все-таки за Серебряный Клинок. Так, Мурлок Волнолов. Слушайте, он, по-моему, по-другому назывался, нет? Ну, да ладно. Хорошая карта беру. Так, правосудие нам не надо. Давайте еще одного волчного наемника возьмем. Самопожертвование. Это ложись этот неприятный секрет паладина. Ладно, возьмем. Так, Гном Призыватель. Давайте Скрытого Убийцу себе в лейт возьмем. Так, давайте возьмем Старого Хмелевара. Неплохая, на самом деле, карта. Так, здесь я, пожалуй, Краколиска возьму. Жуткий Корсар. За каждую единицу атаки. Ну, в принципе, у нас эти есть. И может зайти нам Жуткий Корсар, на самом-то деле. Вот. Так, давайте возьмем Пантерку. Вот опять два хороших заклинания приходят. Ладно, у нас нет карт, которые бы нам давали карты, поэтому я молоток возьму. Вот. Так, Гнев Небес. Вы берете карту и наносите урон. Никогда не брал эту штуку. Ну, давайте. Вот. Молодой Хмелевар или же Ящер. Давайте Хмелевара возьмем. Может, что пригодится. Выбранное существо получает способность Божественный Щит. Блин, фигню всякую выдают. Свет Небес. Давайте лучше животное возьмем вот это. Так, Авантюрес. Каждый раз, когда вы разыгрываете карту, это существо получает плюс один, плюс один. Есть вариант его неплохо бафнуть. Так, давайте Стражника Магушана зацепим. Вот. Молот Гнева еще один. Так, раз у нас Молотки Гнева есть, я думаю, нам, в принципе, неплохо зайдет и Магдаларана. Которая их будет усиливать. Так, давайте Повелителя Арены тоже возьмем. Вот я думаю насчет Печати Мудрости. Давайте возьмем Печать Мудрости. Давайте Гнома Изобретателя возьмем. Разъяренный Ворген. Иступление, Нейстовство Ветра и плюс один к атаке. Вот Магам заходит идеально. Нам же не совсем так. Давайте возьмем Ночной Клинок просто. Так, давайте Охотницу на Иглошкурах я возьму. Иступление или Бронящийся Сержант. Давайте Бронящегося Сержанта возьмем. О, и Божественная Милость. Отличная карта, которая позволяет нам быстро играть кучу карт. И потом набрать их снова, если нас... Ну, не боятся, что нас опередит соперник по количеству карт. Ну, давайте посмотрим, как нам повезет с такой колодой. Малфурион играет против нас. Так, ну и за нами первый ход. Это, как вы знаете, в Хардстоуне не очень хорошо. Ну, хотя кому как. Я лично предпочитаю начинать с монеткой. Мне так больше нравится. Вот. Так, ну и вот такие вот карты нам приходят в начале. Естественно, ничего мы сделать не можем. Ну, можно было бы вызвать матершинника, но зачем он его может убить сменой облика, там, разыграв монетку или еще как-то. И мы не получим тот баф, который он дает. Давайте пока подождем. Давайте пока подождем и... Покопим опять-таки картишки. Джонглера призвал, ничего страшного. Сейчас мы его убьем. Ну, я думаю, вы догадались, как я хочу его убить. Я его сейчас вот так вот убью. А своего этого еще и верну себе обратно в колоду. Вот так вот. Так, ну и смотрите, нам пришел горный великан. Пришел он относительно в начале. То есть это о чем говорит. О том, что если нам сейчас удастся... Вот, отлично. Сейчас мы опять этим разменяем... Разменяем... Ну, так себе карту на... На мощную карту. И вызовем вот такого чубзика. Да, нам пришел великан. И это значит, что нам нужно как можно... Сейчас карту вот меньше разыгрывать, чтобы призвать как можно раньше великана горного. Тем более, ну тут друид какой-то провокаторами заряженный. Просто под самый... Не балуйся. Зарядился ими. Я даже не знаю, чего бы и предпринять. То есть... Блин, можно его, конечно... Ладно, давайте пока сделаем вот так вот. И вот так вот. Ну и придется, придется по нему стукать. Вот так вот. Ну а что делать? Чувак просто заряжен провокаторами, поэтому мы ничего не можем против с этим поделать. Так. Блин, у нас карт мало. Ну, точнее как, у нас наравне карт, как и у нашего соперника. Я хочу вот этого великана побыстрей призвать. Зараза, служителя земли где-то нашел. Говнюк. Еще и сейчас одного убьет так на халяву. Своей. В общем, удачный расклад пока у нашего соперника. Ладно, не будем отчаиваться. О, молот гнева. Вот это отлично. Мы как раз его добьем. Ляп. Берем этого, вызываем нашего чубзика. И на следующий ход мы, наконец-таки, сыграем нашего горного великана. Причем он будет стоить 6, как я понимаю. То есть мы его вызовем. И уже тогда сможем оперативненько разыгрывать наши карты остальные. Так. Ну, что-то задумался, мол, фурион. Прям призадумался, так призадумался. Вызывает он тигренка. И, скорее всего, стукнет. Ох, нам бы зачистку. Нет, не стал стукать по герою отнюдь. Ладно, ставим мы великана. Стукаем по его герою и пропускаем ход. И все, с следующего хода нам нужно как можно больше карт наразыгрывать. И как можно... Причем я, пожалуй, буду авантюриста вызывать. И, ну, вот этого вот патриарха, да? Чтобы авантюриста максимум понабахать. Ну, вот он тут провокацию дает. Это довольно сильно, конечно. А, ну, вот он как раз контролил нашего великана. То есть, одно радует, что ушло довольно много карт у него на это. Это действительно очень хорошо, что такой расклад получился. Ну, и своего он, увы, достал, в общем, из маскировки. Так, ладно, надо нам ставить, пожалуй, патриарха. И я, пожалуй, гнома-изобретателя призову. О, скрытый убийца, отлично. Отличная карта. Тоже хорошая карта с маскировкой. Вот, ему сейчас придется стукать. Почему я поставил этого как бы на съедение? Он сейчас ударит, а мы его добьем серебряным клинком на следующий ход. Вот, да, он клюнул. Клюнул. Он-то не знает, что у нас серебряный клинок есть. Но если он, конечно, его сейчас не полечит, если полечит, придется... Блин. Все наши планы обломались. Сильное дерево, это, конечно, ничего не скажешь. Так, ладно, давайте вызывать тогда вот этого авантюриста и вот этого провокатора. Ну, и бить я смысла вообще не вижу, то есть... Бить я теперь смысла вообще не вижу. Ну, единственное, что радует, то, что он сейчас... Ну, не знаю, что там у него за карты лежат. Ну, ему сейчас придется туговато в том плане, что... Вот этот хороший провокатор, ну, против этого дерева, ему придется стукнуть. Да, у него все, две жизнь осталось. Блин, он полечил. Да где же ты их находишь, этих служителей земли-то, а? Чей у тебя их там склад подпольный? Или не подпольный даже, а такой нормальный склад. Ой, господи. Ну, зато у нас преимущество по картам. Отлично. Сейчас нам... Если он сейчас не законтролит нашего авантюриста... Я должен защитить эту землю. А, все, он не моту наложил на него. Какой хитрый... Время никого не... Какой хитрый чебурген. Так, ладно. Значит, смотрите, нам сейчас чего надо делать. Вызываем вот этого. На халяву вызываем пирата. Вот он, как провокатор у нас будет. Ну, и надо убивать это дерево, иначе... Иначе... Каюк... Единственное, что я думаю, авантюриста все-таки... Ну, сейчас надо подумать. Либо стукнуть его штормградовцам... Либо выбрать алчного наемника и отдать авантюриста. Да, давайте поставим алчного наемника. Ничего страшного. Жахнем вот так. Жахнем вот так. Ну, да, мы по себе много довольно-таки урона получили. Но зато мы убили этого ненавистного нам провокатора. Вот, так что... Ничего страшного. Не происходит. Ну, и как бы дека у нас... Ну, доска, в смысле, у нас примерно такая же. Ну, сейчас его ход, у него три карты. Все зависит от того, какие там эти три карты. А, и дворфика и разменивает. Ну, в принципе, меня это устраивает, потому что... У меня-то тут серебряный клинок еще лежит. И... Я смогу сейчас зачистить одного. Чувачка. Так. Значит, вот тебя мы зачищаем. Ну, я не знаю, штормградовца. Я, пожалуй, поставлю скрытого убийцу. Вызову вот такого чебургена. Пока божественный щит палить не буду. Ну, длань защиты свою карту. Пока я ее не буду светить. Может быть, сейчас он поставит сильного провокатора. И как бы в надежде, что он... Ну, там типа дерево, да? Ну, это он убивает вот этого чубзика. Это понятно, в принципе. Этим он стукает по герою. Так, варген. А, и все, да? О, отлично. Молот гнева нам пришел. Ляп готова. Вот пришла эта божественная милость. Это что значит? Это значит, не что иное, как мы должны сейчас... Я бы даже сказал, обязаны разыгрывать кучу карт. Но у нас маны нет. Вот. Видите? Ну... Угра вызвал. И кого ты стукаешь? Вот этого, что ли? А, нет, героя. Естественно, героя. Да. Так, значит, смотрите. Выставляем эту карту. Блин, ну, можно разменять на самом деле. Проблема решена. Вот фигово, что пришел хмелевар. Вот честно, фигово. Я даже его не могу нормально сыграть. Ну, ладно, вот этого чубзика нам надо убивать всяко. Вот пришел хмелевар. Ну, ладно, верну пантерку, как бы. Тупо, конечно. Ну, и опять же ее и поставлю. Вот. Ой, господи. Ну, доска у нас откровенно мощнее, чем у него. Теперь все зависит от того, что там у него пришло. Что, он своего, что ли, хочет ударить? Не, он пошел уже целенаправленно на меня. Так, ну, отлично. Значит, мы сейчас наберем карт. Кем мы будем? Ну, естественно, вот этим мы будем убивать. Кастуем вот эту штуку. Берем, как бы, две карты. Отлично. Давайте возьмем еще одну карту. Во, провокатор. Это то, что нам нужно, наконец-то. Ставим провокатора. Ставим мурлока. Слушайте, это первый бой на арене. Он такой довольно-таки сложный получается. То ли колода у нас плохая, то ли паладин попался такой серьезный. Я уж прямо и не знаю. Ну, целительница бесполезна. Облик, в принципе, тоже. Кого он? Провокатора будет? А, понятно. Понятно. Ну, ничего страшного не произошло, опять же. Гнев небес можно сыграть. Ну, пока мне не сильно хочется. Вон, там бы был дракончик всего лишь. Дайте дракончика вызовем, пожалуй. Я думаю, вот этого тоже надо вызвать, алчного наемника. Да, давайте поставим алчного наемника. Вызовем вот этого. Ты добивай клювокрыла. Остальные пошли в атаку. Просто эпично ему долбить. Этого друида. У него нет всяких огненных глыб, так что, по идее, нам сейчас ничего не угрожает. Ну, не по идее, а нам сейчас ничего не угрожает. Так что нормально. И друид задумался. Блин, а у меня нет ни одного провокатора. Ты же их сам всех и загасил, братьюнька. Так, ну давайте сейчас на нем попробуем испытать. О, кстати, око за око я повешу. Гнев небес кину на этого. Блин, нот. Когда персонаж противника атакует, вы вызываете секрет. Ложись. Так, ну ладно, давайте на пантерку разыграем. В принципе... А, я его мог убить, кстати говоря. Я что-то протупил. Ну ладно. Сомневаюсь, что он уже тут как-то вырулит. Неплохо. Ну да, он сдается. Все, мы побеждаем. Побеждаем. Ну, не знаю. Сейчас ничего пока не могу сказать по этому поводу. Может быть, просто у нас попался соперник и не очень сложно. И у нас на самом деле полная хрень колода. То, что с нормальной колодой мы, может, его бы снесли и не заметили. Так что я ничего не могу сейчас сказать. Но победа есть победа. То есть первая победа в нашей копилке уже есть. И это очень-очень хорошо. Так, ну ждем следующего соперника. Не знаю, кто там это будет. Хочется увидеть какого-нибудь чернокнижника. Нет, это шаман. Ну ладно. Попробуем побороться с шаманом. Слабо с этими. Давайте я ничего не буду менять. У нас слабо с зачисткой массовой. И вот эти все тотемы шамана подчищать нам будет тяжело. Поэтому нам сразу надо жесточайшим просто образом тут доминировать. Как угодно. Что угодно делать. Но, блин, бороться за доминацию просто неимоверно. С неимоверной силой. Так. В принципе... Ну, тотем, надеюсь, не атакующий. Ну да, это бесполезный тотем. Мы его сейчас снесем. Сами еще этого поставим. Краколиска. И уже вроде как стол контролируем. Но у шамана может быть молния, которую он сейчас все это дело с радостью зачистит. И... Что мы будем делать, непонятно. Нет, он играет дробитель. Ну, дробитель он играет, чтобы убить краколиска, наверное, всего. Да. Так оно и есть. И вызывает опять тотем. Надеюсь, не лечащий. Блин. То есть, не атакующий, как раз атакующий. Видите, не то сказал, не то вышло. Ладно, придется разменять нашего Мурлока на этот тотем. Ну, а этим пойти дальше в атаку. В принципе, пока особых проблем нет. О, Кобра. Замечательно, что разыгрывается Кобра. Мы ее как раз таки завалим молотком. Ляп. И поехали дальше. Поехали, поехали доминировать. Жесткая доминация. Так, Берсерк Гурубаши. Придется нам разменять на нее нашу Пантерку. А, слушайте, а зачем? Мы сейчас сделаем вот так. Мы сейчас сделаем вот так. Ляп. А тебя разменяем. Вот. Все. Я думаю, уже можно повесить око за око. Возможно, сейчас там с рывком какое-то существо будет или еще что-то. Но, в общем, особо держать эту карту я смысла не вижу. Так что, я ее разыгрываю. Гнев небес у нас еще есть. Надеюсь, да, отличный, отличный тотем. И кому ты неистовство ветра даешь, непонятно, не пойми кому. Так, значит, смотрите, я что сейчас предлагаю сделать. Ты убей тотем. Теперь я хмелеваром его возвращаю, бронящегося сержанта. Теперь опять его вызываю, даю тебе плюс 2 к атаке, и ты убиваешь этого, а мы стукаем по герою. Вот такое вот комбо. Я думаю, оптимально. Сыграли, все зачистили, еще и сэкономили карту. Так. Мы должны очистить солнечный колодец. Рубака. Ну, придется нам менять сейчас пантерку. Вот, отлично, пришла нам божественная милость. Пантерку придется разменять на рубаку. Тебя придется разменять тоже. Но мы ставим провокатора. Ну, вызываем чубзика и стукаем опять же по вражескому герою. Да, пришла божественная милость. То есть, если он сейчас в карт... Ну, в принципе, у него уже ситуация такая плачевная, на самом деле. Ну, очередной тотем. Ну, тотем, в принципе, бесполезный. Элемент огня. Так, ну, я думаю, нам надо уже рисковать, идти на его лицо. Сколько там? Ну, вот, блин, это, как обычно, за единичку, да, будет. Да, как обычно будет за единичку. Ладно. Ставим еще тогда одного провокатора. Вот. И вот теперь, на самом деле, вопрос. То есть, мне... Ну, в любом случае, да, он будет... Я вот это просто убью. Урон от заклинаний. Потому что у шаманов-то есть неплохие заклинания. Я этот тотем убью. Ну, а этим он пусть сам бьет. Кого хочет этого или этого, они мне особо не напрягают. Ну, пользы от них никакой. Они тупо живой щит. Вот. Так что, пусть кого хочет, того и бьет. Блин, во второй партии я не могу сыграть. Ну, вот он играет мол... А, ну, молния. А, вот он как. Ну, пофигу, пофигу. У него четыре жиськи. У нас сейчас есть два урона. Нам буквально сейчас, если меч выпадет... А, ну вот, выпадает молот гнева. Все, чувак, отдыхай. Ляп. И... Ляп. Все. Готов. Ну, да, этого мы попроще разобрали. Причем на сухую. Он по нашему герою ни капельки не ударил. Так что... Видимо, колода у нас не самая плохая. Просто вначале был неплохой друид. Вот. Ну, пока 2-0 в нашу пользу. Поехали дальше. Поехали дальше. Посмотрим, что нас ждет. Что нас ждет. Я лично думаю, ну, я бы не отказался от какого-нибудь чернокнижника. Сейчас забавно будет, если выпадет против меня чернокнижник, и я ему проиграю. Типа, хотел чернокнижника, и вот на тебе проиграешь чернокнижнику. Просто почему хочу чернокнижника? Хочу реализовать божественную милость. У чернокнижников обычно с картами проблем нет за счет их умения героя. Так что... Я поэтому его так и жду. Так, пожалуй, раз первый ход у нас я пантерку и скрытого убийцу уберу. Авантюриста. Мне всегда его хочется раскачать. Вот там как-нибудь забафать до просто неимоверных мощностей. Ну, нифига этого у меня никогда не получается. Посмотрим, как начнет Малфурион. Ну, Малфурион, походу, особо никак не спешит начинать. Здоровкается с нами и пропускает ход. Ладно, вызываем нашего чубзика. На следующий ход у нас выходит авантюрист. На самом деле это плохо, если он его... Ну, сейчас посмотрим, кого он там призовет, не призовет. Нет, он делает просто атаку героям и пропускает ход. Но я думаю, можно вызвать авантюриста. Законтролит, в принципе, и бог с ним. Но если не законтролит, то со следующего хода мы его начнем пытаться как-то бафать там. Око за око сыграть. Ну, он его контролит когтем. Ну, и хорошо. Или не его? А в чем смысл тогда? Что-то я не... Ну, ладно. Просто так, видимо, он решил сыграть. Так. Ну, я вызову жуткого корсара. Поставлю его в провокацию. Прикрою героя. Плохо, что у него преимущество по картам довольно... Ну, как, это... Я надеюсь, что нам придет эта наша злосчастная, божественная милость. Когда-нибудь все-таки она нам придет, наверное. Блин, надо было этого разыграть и убить. Вот я сейчас протупил. Ну, ладно. Ничего страшного. Если что, этим докинем. Просто вот этого волчного наемника у меня уже рефлекс, когда на пятом ходу... Ну, в смысле, когда пять маны я его могу вызвать. Я его вызываю сразу. То есть, он такое существо опасное, ну, большое, с большим демеджем. И может, на самом деле, сильно напрягать врага. Вот, по-любому, у него девять карт. Нам сейчас наша вот эта божественная милость не будет нифига приходить. Придет тогда, когда у него тоже карт не останется. И у нас как бы... Два. Ну, что-то он сейчас сыграет большое. Отлично. Он играет дерево. И вы понимаете, что это значит. Это значит не что иное, как мы просто разменяем... Вот так вот нашего чубзика. И разыграем такие сержанта. Плюс, пожалуй, я еще печать мудрости тоже сыграю. Ляп, чтобы карту получить. О, нормально. И все, его план как бы... Ну, в принципе, у него, может быть, план и был законтролить нашего убийцу, этого скрытого, или как он там называется. Олочного наемника. Может быть, такой был план. Если такой и был у него план, то, в принципе, хорошо мы справились. Ну, а если был какой-то другой план, то... То ничего страшного тоже, в принципе. Так, значит... Давайте выставим двух талантов. Пойдем на него. Вот так вот я играю. Чисто такие дядьки вышли. Один. С одной атакой. Нафиг я их понабрал? Не знаю. Ну, понабрал же. О, он бафает своего этого чубзика. Ну, будем надеяться на везучесть гнева небесного. Потому что я ее два раза использовал, и оба раза мне приходила карта за один. Надеюсь, сейчас придет что-нибудь нормальное. Ну, я на это искренне надеюсь. Ляп убил. Так и кого ты стукать собрался? Моего, что ли? А в чем смысл? Ну, смысл есть всегда, ладно. Так, ну, надеемся на то, что нам повезет. Минус три. Ой, божественная милость. В принципе, нормально. Неплохо сыграно. В принципе, нормально. Так. Я вот сейчас прям... Ну, ладно, стукнем его. Так уж и будем. Да, и нам надо, наверное, вызывать Мурлока. Ляп, стукать его. И давайте око за око воткнем себе секрет. Он, возможно, будет думать, что там ложись какой-нибудь или еще что-то. Вот. Я не помню, на самом деле, секреты этого. Паладина все. По шеям не сильно играю, скажем прямо. Плохо, что у нас дорогие карты остались. Вот это реально плохо. Ну, он будет, естественно, этого стукать. И хватит, не играй карты, мне нужны карты. Да хорош, а! Ну, блин! У него пять карт в итоге, да? В итоге, что мы сейчас можем? Ну, мы можем сыграть вот так вот опять этого наемника, да? И сыграть милость, ну, а что делать? И нам сколько дадут? Три, да? Три карты. Ну, хоть... Неплохо сыграть. Хоть три карты. Ну, а ты снимай щиток с этой шняги. Так, радует, что у меня наконец-то появился первый серебряный клинок. Вот, это действительно радует. Я... Ну, понятно, он сейчас пойдет. Так, и... И что, реально героем? Реально героем? Да ладно, ну ты... Ну, спасибо. Слушайте, он реально стукнул героем. И сейчас, смотрите, еще око за око сработает. Он четыре, как бы, по себе получит еще урона. Ляп. И у него уже, на самом деле, жизнек-то немного остается. Так, я думаю, нам надо выводить уже всяких чубзиков. Ну, как говорится, чем больше сейчас, тем лучше. То есть, вот так вот. Не знаю, там, что у него по массовым зачисткам, но... По жизням у него все плохо. Вот, и поэтому нам сейчас стремится... Он, наверное, сейчас будет... Ну да, он таунтов, сволочь, расставляет. Паршивая, сволочь. Так, ну ничего страшного. Мы их зачистим. А как это ты так это нанес? А, ты на этого? Отлично. Блин, неплохо, на самом деле, раскомбился, так скажем, наш друид. Вот, но... Мы сейчас сыграем вот так. Не хочется отдавать пока пантерку на... Вот этого таунта, хочется его разменять там на вот этого вепре или на кого-то. Ну, пантерка просто 4 урона, жалко. Ну, он просто обставился провокаторами, вы на это посмотрите. И у нас, главное, не моты, ничего нет. Мы не можем... Ничего сделать. Так, кого размениваешь. Ага, понятно. Ну, одно радует, что он... Контрит, вынужден контрить долго наших существ. Ага, ну, вот сейчас на этом-то все и закончится, пожалуй. Так. Выбранное существо получает божественный щит. Отличная карта. На тебя вешаем божественный щит, сносишь мишку. Вот. Ты выходи. Вот теперь вопрос, на самом деле, как быть. Вот тут надо подумать, на самом деле, как быть. Ну, надо, наверное, отдавать пантерку за вот этого и собой снимать этот, к чертовой матери, божественный щит. Не так уж много там урона. Вот. Ну, просто сильные у него провокаторы. Ну, и сейчас, в принципе, все. Мы сыграли ва-банк. То есть, у нас сильная доска стоит. Если он сейчас это все дело расконтролит как-то. Ну, либо еще таунтов понаставит. Так, ну, это все фигня. То есть, это я рад, что он... Блин, а вот это не фигня. Ну, вот сыграл он. Крутое комбо. Сделал провокатора. У нас ни моты, ни фига, естественно, нету. Ну, вот. Приходит нам плюс урон от заклинаний. Нафиг не нужный. Так, ну, мы, конечно, можем убить. Проблема решена. Ляп там, вот так вот. И теперь добить... Ну, героям стукнуть. Но это нам больно теперь сильно стало. Ну, да, мы проиграли, скорее всего, этому друиду. Ну, очень удачно ему зашли провокаторы. Прям не давал он спуску. Мы, к сожалению, в этот раз... Ну, только в этот раз на арене не готовы именно к такой тактике. Потому что у нас нет ни моты, ничего. Вот. И, к сожалению, мы проигрываем. Но он там еще и карту берет на из... О, у него второй буйный рост. Еще берет карту. Ну, то есть, вот он в лейте. Сыграл получше, конечно. Ну, и все. В принципе, нам сейчас ничего такого прийти. Ну, вот, молот гнева, да. Можно рискнуть там сейчас в него запустить. Ну, горный великан. Мы сыграть его, в принципе, не сможем. Так что тут уже без понту сопротивляться. Просто сдаюсь. Вот, да и все. Горного великана мы, в принципе, не сможем сыграть. Потому что у нас карт в руке не будет. 2-1. Ну, погнали за третьей победой. 2-1. Все-таки не убер колоду мы сделали, я вам хочу сказать. Ну, как? Вот в данной ситуации она реально попала. Вот мы как бы в антиколоду впилились. То есть, у нас реально нет ни моты, чтобы бороться с провокаторами. Вот, ну, либо как-то... Ну, то есть, никак мы не можем, получается, бороться с провокаторами. Ночной клинок, уйди погуляй. 2 молотка гнева. Ну, нормально. Пойдет. Будем молотками кидаться. Плюс еще у этого друида, конечно, было много этих именно хороших таунтов. Выпало ему. Хорошие таунты с небесными этими щитами, с божественными. Конечно. Глупо было что-то соображать. Люблю вызывать в начале дракончика. Вот, люблю, не могу. Потому что его и заклинанием не законтришь. И он довольно-таки сильно бьет. Так что... Хорошее существо. Ага, ну его законтришь топором буря, конечно же, да. Топором буря его законтришь. Ну, и фиг с ним. Мурлока не законтришь топором буря. Ляп. Ну, точнее, я одного-то законтришь, а второго нет. Хочешь что-нибудь... Блин, чокнутым подрывником законтришь. Ну, кстати, удачно полетели бомбочки. Я должен вам сказать. Ну, и прям 23 жизни неплохо идем. Вызываем существа. Бомбочки, конечно, для него не очень удачно полетели. Но в то же время... Забил наших этих... Вот он сейчас думает, разумеется ему чокнутым подрывником. Или не разумеется ему чокнутым подрывником. Что же делать? Ничего не делать. А, он ставит провокатора, и сейчас такой довольный весь пойдет на меня. Ну, это отлично, как вы можете догадаться. Потому что мы делаем вот так. Ляп. Мы делаем вот так. И еще одну единичку урона ему втащили. Втащили одну единичку. Хорошо. Ого, какой таунт. А вот с этим я уже не знаю, что делать, чуваком. Прям сыграть. Ну, я, наверное, так и сыграю. В надежде, что он сейчас не будет его убивать. А мы на него длайн-защиты кинем. Следующим ходом и добьем его молотком гнева. И получается, мы и существо не потеряем. Нет, он его решил убить. Ну, блин, и у нас мало маны. Как обычно, не хватает одной маны. О, горный велик. Мне не хватает маны. Какого хрена тебе не хватает маны? Вот нам бы этого призвать. Вот, вот, вашу дивизию. Дай мне задание. Я повелитель маны. Не хватает вечно чуть-чуть маны. Вот чуть-чуть. Одной единички. Вот сейчас бы была у нас эта единичка. Мы бы магой снесли бы этого. Но нам не хватило. ну все он попер доминировать на поле боя да он уже попер напрямую на нашего героя ну мы естественно этого то мы снесем но что толку толку-то никакого ну давайте печать мудрости чтобы он был стимул пришел о чем 8 убивает у нас провокаторов нет да этот шаман нас снес и не заметил вообще пиндык я даже не понял как это произошло говоря но произошло это достаточно быстро обычно я сношу такой колода и не замечаю ну тут да у шаманов на самом деле надо брать карты с перегрузкой они реально тащат потому что вызвать на раннем ходу сложное существо если у соперника ну толстое большое существо если у соперника вот как в данном случае у меня нету контроля то вы просто побеждаете фактически сто процентов уже что это ваше существо будет ему накидывать по башке так и он будет вынужден меняться своими существами на него чтобы законтрить в итоге вы кучу его карт законтролите и опять опять же снова шаман к нам приходит снова против нас шаман вот я всегда говорю паладин самый сильный класс на арене и сейчас им проигрываю блин еще и вроде мне показалось что неплохая колода у нас на самом деле что-то как-то не очень не воодушевляет колода офигеть были демон на первом же ходу с неистовством ветра давайте как кракалиска что ли пожертвуем вообще надо было этого вызвать ну не знаю ну я сейчас 0 ма блин надо было этого вызвать у него же 0 маны твою дивизию она нормально не могу это сделать нормально сейчас повесим этого чувака и погнали у него сейчас 3 маны ну персонаж то его все равно будет атаковать так что пыли демон сейчас законтролится вообще в легкую чё бафаешь его да ладно и чё ты еще на него хочет повесить а тотемчик хочешь таунтовый ну не повезло теста он там ну ложись а мы его сейчас убиваем в принципе и когда она вернется она уже не будет иметь возможность походить так я пожалуй возьму в руки клинок отдам этого и убью и вот так все не знаю что там у него по слизнякам но если слизняков там нет у отлично вот это хорошее существо ты поставил во первых корсар выходит на к полин сначала надо было этого играть амантюриста это было ошибка о так а мы сейчас сыграем сам а ну вернись корсар ты ж на халяву все равно ляп вот так вот вот так я хотел никак но мы бы могли на самом деле сыграть корсара потом этим его вернуть еще раз сыграть все равно мы потеряли сколько у него перегрузки 3 то вы там чё офигели все вообще с дуба порухали так но мы сейчас разменяем его на а я даже на самом деле не знаю на кого бы его выгоднее и разменять прошу отдавать авантюриста он перспективный отдать может двух этих лучше и стукнуть его героем дайте стукнем его героям авантюриста не хочу отдавать за него он как перспективный мы его сможем понабафать там еще тем более он прикрыт как бы там что тоже немаловажно поэтому я этого чувака тем за контролил так тем более у него сейчас всего три маны он нам ничего не сможет сделать да он могрового я растения вызывает которого мы естественно сейчас убиваем вот так на те авантюрист еще атаки на те чубзика с рывком еще тебе он ведь и какое жирное существует от авантюрист получается а мы кстати победили по ходу да теперь счет 32 в нашу пользу ну уже хотя бы не позорно то есть даже если 33 считайте как в ноль сыграли вот но если сейчас удастся еще одну победу сделать или две так вообще хорошо вообще хорошо будет так ну кто тут у нас ну давайте мне уже чернокнижника охотник да шо ж ты будешь делать ну ладно посмотрим так горного великана убрать или не убирать тот вопрос давайте уберем все таки и на авантюриста заменим ну неплохая стартовая дека конечно она не может и неплохая ладно посмотрим патриарх пришел сейчас посмотрим что он с монеткой разыграет или ничего не разыграет разыграешь что-нибудь монеткой монетка и собиранием сахман весь него там ну и ладно так я играю своего этого чубика и пропускаю ход стрельни по мне из ударей пропусти ход давай чувак не выпендрюсь а я убью твоего собирателя не он за ну это кстати великолепно что он спустить собак потратил если у него только их там не десяток то это замечательно что он потратил таким образом карту спустить собак если конечно у них там десять штук он ну такое бывает на горе то тогда киши то плохо так но авантюриста я думаю вы догадались чем мы с ним сделаем да мы с ним сделаем примерно следующее для пока надо было опять таки своего поставить в начале топ карны карди балет я вот туплю с этим авантюристом ну я этой картой как бы так часто не играл никогда вообще скажем так не играл блин еще и залпом зачистился ну ничего страшного так берем дракончика и берем игла шкурах для вот так вот что есть контроль или будешь выставлять кого-то сильно сейчас посмотрим что будет но несущимся кода он убьет оа мне жалко не жалко ну я пожалуй сыграю алчного наемника пожалуй и поставлю око за око вот так вот можно было бы конечно этого кода запинать двумя там но зачем он сам прекрасно разменится и отлично вообще он с рывком еще и второй с рывком нифига и вы же айс сразу убил моего этого с двумя двумя рывками так ладно но нам надо тогда убивать кода к сожалению ну и вот так вот выставлять поляну блин он вроде играет много карта всяких этих вызывает а мы что-то по картам вообще никакого преимущества не имеем но я надеюсь придет наше это божественная там милость все дела и мы как бы восстановимся ну уже у него три карты осталось на час указал какая сработает ничего страшного так ага ну понятно нам надо разменять пантеру ничего тут не поделаешь ну и пожалуй а шторм градовца я вернул себе карта оперативней от оперативного реагирования так что пусть будет в заначке чё нам вызываешь блин вот какой по счету этот всадник на волке у него а он еще и так играет и сейчас еще раз ну красавчик ничего не скажешь не ну ничего мы сейчас этим так-то шторм градовцам убьем прикрываем все это дело могу шаном и начинаем его нас накидывать ему накидывать ему вот ребята так не пишите ну или ладно ну блин если я не отвечаю по моему должно быть понятно хотя записываешь да я буду видео круто так ладно а сейчас прямо-то аж интересно для фига себе он расконтрил таки нашу всю коголу ну ставим существо не знаю надеюсь что у него слизнюка нет а это палка она нам пригодится блин у него есть заступник авангарда у него есть этот то есть он расконтрит ну это меня на самом деле не пугает там я вообще не пугает ляп так надо идти и убить а то как-то стрёмно надо идти и убить уже то как-то мы не бьем его и тем самым хуже только себе делаем он армаз ударили кстати если он сейчас никого не убьет и не поставят таунта мы его на следующий ход и убиваем да у него нету видимо таунтов кончились его рывки но здесь чувак заточен подрывки был получилось так что на столе мы доминировали вообще такой стратегии он чаще бы нас обыграл нежели мы его но вот тут нам повезло так 4 2 в нашу пользу это уже вообще как бы такой стандартный результат то есть неплохой значит колода у нас неполное дно ну и скилл у нас неполное дно так себе уже средненький конечно чтобы в хардстоуне я вот что понял не сажись когда играть в хардстоун каждый раз ну чтобы быть был мощный скилл в этой игре нужно постоянно в нее играть блин да что ж жрец никак чернокнижника не дадут а так как я конечно не делать уж там раз не знаю я там играю раз в неделю ну раз в три дня да ладно два раза в неделю но это не дело конечно же так ну и мое любимое разыграть дракончика с монеткой классика классика жанра дракончик с монеткой мурлоком законтрился а чем этого за контриж блин кто еще ну вот видите воин синие жабрых но я не люблю карты с рывком потому что они по факту вам преимущество не дают то есть вот он вроде как и убил да а вроде как и особо той ничего и не произошло блин фигово этот варгин сейчас нам бы конечно было бы у нас монетка мы было снесли а так он сыграет причем поэтому стук ну ладно в героя залетит ну убьет двух существ ничего страшного сейчас он кого-то призовет моего вот он до играет а он же его еще вылечить собакам можем вот в чем все дело ну нам придется играть и молот гнева ничего страшного на держи своего разбафанного варгена пустили на миску ничего страшного да у чернокниж ваше оружие получать плюс два катаки иступление чувак а ты еще знаешь что у тебя нету оружия ну таким персом играешь который как бы не но он сам по себе это конечно зловещий кузнец неплохой стоит отметить ну ладно я честно самом деле даже думаю ладно пока я пожалуй ничего не буду играть пусть он этим зловещим кузнецом но он наверно по мне будет стукать блин уборочный голем лепрогном и полечил ну окей так я сейчас наверное знаете как сделаю длань защиты сюда этим ей баф и вот так вот ляп готов от тобой вот так вот ляп готов а ты убиваешь вот этого ляпы готов вот но он правда перерождается гаванюк и все равно пантеру нашу грохнет но мы хотя бы раскатрили довольно сложное поле которое он нам поставил меня ему не имеются драконов ну мы против дракона у нас от неудачно отличный прием есть против дракона такой ляп вот а ты и чувачок стукни и давай обратно ты хорошая тема тебя можно не слабо давать людей пошли лишние две атаки за одну ману плюс еще ты как существо остаешься лучше всегда иметь такую карту в запасе очень хорошая карта блин слизнюк вот у этого так и как и такие есть слизнюк ну вы знаете через то ты задолбал такие дешевые существа ты где ты их там понабрался люди отчетом солишь ты их что-либо бляба готова так чем ваську пупкина с рывком призвать или поставить скрытого убийцу или вообще гнев небесный кинуть на этого 5 и 2 маны останется вызвать от этого чубзика дайте рискнем вот да ну как так то вот не как но вот как так получилось сейчас ну чё мне так не везет у меня там куча карт дорогих куча карт за 4 нет всегда на это на вот это вот гнев небес приходит тут уже три раза из четырех пришла карта за одну ману но это невозможно так играть я так не играю идите на бурдалак там поел ой господи господи и теперь смотрите что нам придется сделать но я указал к повешу так-то неплохо не знаю кем он ударит внутри или четыре урона он себе нанесет этим о может быть он 5 нанесет нет 3 все таки жаль что не 5 говнюк какой а так ладно ладно гениальное лечение так убиваем вот этого чебургена блин надо провокатора ставить как-то я не знаю и алчного наемника надо ставить такого чудика оставить круче вот так вот мы доску заставили не знаю чё там сейчас он как он с этой ситуации будет раздалбываться может у него там с кольцо света есть еще всякая фигня но у него очень набаффанный этот плотоядный урдулак стоит но слава богу что вот так вот это случилось он его естественно сейчас будет лечить а он играет ну все это мы проиграли ребят он сыграл контроль разума единственное что нас сейчас может спасти то мы его так убьем возьмем божественную милость ну нам две карты дадут ну ладно сдаваться я тут еще не намерен пока блин ну контроль разума стырить эту казалось бы за 10 маны стырил существо за 5 маны и он еще и две карты у нас теперь стырила да хорош то есть он он как знал что у нас есть эта карта ты чё ты там докладывают что по выходным у нас мы как карта которая дает карты офигеть можно ну все он видимо нас сейчас убивает просто а ну да слово тьмы смерти для брата проиграли мы короче жрецу этому ну удачно у него все сложилось хотя мы неплохо шли в итоге 43 счет в нашу пользу плюсовый значит что арена была выгодна сейчас ну полтинничек должны дать денежка хотя бы он уже полтинник 70 даже плюс комплект это большой плюс еще на одну арену деньги есть плюс квест запасе так что нормально давайте посмотрим чё нам тут выдали а а зато нам дали легендарку вот я уверен если бы сделали больше побед нам бы не дали а так нам дали легендарку ониксия призывает на вашу сторону дракончиков 11 пока поле не заполнится слушайте прикольно ну так и увлите поставил все поле заполонила этими короче не знаю может быть и ну надо подумать надо подумать на самом деле и она дракон вот у меня может и распылить к чертям собачим а ну-ка дайте ка я на нее взгляну ты дыды 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 о ониксия сколько дают если ее распылить а всего лишь 400 ну да наш не золотая ну как бы всего лишь это не всего лишь нифига это на самом деле довольно много так хочу у нас вот этих жертвенных 2 из золотых а нельзя распылить дайте ка я в создание карт зайду или нет так чернокнижник чё у тебя новая у тебя жуткий фирмал золотой появился фигня его нельзя распылить чё у тебя новая о вот молот гнева его тоже нельзя распылить да вы издеваетесь морозная ловушка но у меня их лишних нет ладно распылить особо ничего не нельзя ждя чё у меня по легендаркам леген ну легендно берем и легендарная а так у меня есть гоблин мега крут у меня есть гоблин мега крут чудовище малигос кстати не хорошо могу заходит и ониксия призывать на вашу сторону дракончиков при надо сделать будет легендарную колоду тут есть пророк велен неплохая легендарка для жреца и для паладина есть тире он курдинг а в создании карт их вон сколько этих легендарок тут фигова тьма просто ну легендарка выпала и это меня на самом деле сильно радует ты крутая легендарка хоть бери и кратку 1600 у меня естественно нету так ладно мы еще можем распылить лишние карты для этого года по будь 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 850 сила в принципе поход на арену получился довольно таки прибыльным выдали легендарку легендарки я распылять не буду я их буду коллекционировать хотя бы потому что не легендарки ладно думаю на этом этот выпуск мы закончим большое вам спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал получать удовольствие от жизни с с вами был шашлык